Сейчас мы возвращаемся к главной теме этого часа. Сенат Франции принял резолюцию по смягчению антироссийских санкций. Таково мнение абсолютного большинства, более 300 сенаторов. За сохранение санкций высказались всего лишь 16 человек. Но отмечу, документ носит лишь рекомендательный характер. Какие последствия можно ожидать от этого решения, обсудим прямо сейчас с президентом Центра стратегических коммуникаций Дмитрием Абзаловым. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь, на самом деле, несколько вопросов. Первый. Что значит рекомендательный характер? То есть дальше что будет происходить? Ну, собственно говоря, обязательного к исполнению характера документ не имеет. С одной стороны. С другой стороны, в следующем году будут президентские выборы во Франции. И, несомненно, отказ исполнять это решение будет использован против социалистов, которые сейчас, собственно говоря, возглавляет правительство. Господин Вальц, который собирается идти на президентский срок, вместо господина Аланда. Поэтому я думаю, что, несмотря на рекомендательный характер, все равно определенное влияние это решение, конечно же, будет иметь. Потому что если сейчас представители левой партии, представители социалистов не последуют этому решению, хотя бы в долгосрочной перспективе к концу года, например, то это может очень серьезно усложнить диспозиции прежде всего в следующем году. Дмитрий, а рекомендации это для президента Аланда? Ну, внешней политикой в президентской республике Франция занимается именно президент. В отличие, например, от парламентской республики Германия. Поэтому здесь основная функция запитана именно на президента. Это что касается внешней политики. С другой стороны, экономические санкции непосредственно, это секторальные санкции. В том числе за них отвечает премьер-министр, который занимается социально-экономической политикой. Поэтому я бы сказал, что это два посыла. С одной стороны, это внешнеполитический посыл непосредственно президенту Франции и его министру иностранных дел, судя по всему. А именно он, напомню, именно министр иностранных дел будет присутствовать на Совете Европы и голосовать за продление санкций. Но, помимо прочего, это и сигнал вальсу, который должен принять все усилия экономического характера, прежде всего, чтобы возобновить сотрудничество в нефтесервисном сегменте, в финансовом сегменте и военном сегменте, в основных, которые были введены секторальные санкции. А Франция сейчас может в одностороннем порядке взять и отменить санкции против России? На самом деле, да. Любая страна Европейского Союза может проголосовать против санкций, и в этом случае они будут отменены. Любая. Начиная от Греции, заканчивая Голландией, например. Другое дело, что, как показывает практика, обычно министр иностранных дел голосует консолидированно. Пока что в качестве базового сценария, наиболее вероятного, рассматривается следующий. В этом, в июле, санкции будут продлены, но не более чем на 4 месяца, а вот в конце года, после президентских выборов в США, они могут быть отменены. То есть, получается, что сейчас все ждут президентских выборов в США и нового главу Белого дома? Фактически, да. Напомню, американские санкции тоже действуют до января следующего года. Каким-то образом, вот эти процессы, которые сейчас пошли в Европе, а мы знаем, что Венеция, область Венеции проголосовала за отмену санкций. В Лигурии тоже было голосование, сейчас Франция проголосовала. Но связано ли это каким-то образом между собой, во-первых, а во-вторых, например, с освобождением Савченко? Ну, с Савченко это в меньшей степени связано, потому что, напомню, Венеция голосовала до освобождения Савченко. Но напомню, что помимо Венеция, Ликургия, это еще Ломбардия. Ломбардия – это самая богатая провинция Италии на данном этапе. Поэтому я бы сказал, что происходит такой региональный демарш в Италии по голосованию за отмену санкций и признание Крыма, кстати говоря. Венеция там предполагала еще признание Крыма со стороны Италии. Кроме того, аналогичное решение вынесено в парламент Италии. Плюс ко всему, голосование и референдум, который прошел в Голландии, который фактически также является тоже важным движением в сторону Российской Федерации. Точнее, его провал. То же самое касается некоторых земель Германии, которые также выносят предложение о нормализации отношений с Москвой. Например, с аналогичным предложением выступил Бавария, которая является самой богатой землей Германии. То же самое происходит во Франции. Я бы сказал, что сейчас растет такое позиции на региональном уровне и на федеральном законодательном уровне в основных локомотивах Европейского Союза. Это Голландия, Франция, Германия и Италия. Кстати говоря, у всех этих стран в той или иной степени будут в следующем году выборы. У Германии не будут парламентские, но Германия и парламентская республика, поэтому это самые важные выборы будут. Президентская республика, это Франция, там будут президентские выборы. В Голландии будут парламентские выборы. И плюс ко всему, в ближайшее время будут выборы и в Италии. Поэтому я бы сказал, что законодатели и партии давят на свои руководства с целью нормализовать отношения с Москвой. Я думаю, что этот ком, он в принципе уже вырос и выльется в отмену секторальных санкций к концу года. То есть происходит некий набор такой критической массы. Конечно. Да, здесь, сейчас я продолжу еще свою мысль. Может показаться зрителям, что на самом деле французы, итальянцы, немцы и голландцы такие молодцы, что они прям за Россию. На самом деле, почему они голосуют за отмену санкций? Ну, следует отметить, что в этом выражается и протест в целом против усиления европейского контура. Я напомню, протестная активность в Европе началась с миграционной составляющей. То есть, с одной стороны, проигнорировали мнение европейцев и европейского бизнеса, прежде всего, в отношениях с Москвой и с Украиной. Во-вторых, заключили сделку с Турцией, против которого выступала значительная часть Европы и которая не работает. Плюс ко всему, на это накладывается ужесточение требований Еврокомиссии, которые фактически забирают национальный суверенитет. Поэтому очень сильно усиливаются правые партии. Они основные инициаторы голосования в поддержку Москвы. Это Лига Севера в Италии, это Республиканская партия и фронт, Национальный фронт во Франции, это альтернатива для Германии, например, и ХДС, ХСС, и некоторые члены в Германии, и в Голландии. А может быть, на местах просто они начали чувствовать, что с экономикой что-то не то после введения санкций против России, и просто их уровень жизни стал намного хуже? Или несколько хуже? С одной стороны, это так, потому что сам Италия потеряла более 4 миллиардов, только официально признанно на российских санкциях. Основная часть ударов пришлось именно на Венето, Ломбардию, Эмилия Романа и Ликургию. То есть на основные самые богатые регионы Италии. То же самое можно сказать и о Франции, например. Но, помимо всего прочего, население еще раздражает то, что их мнение вообще не учитывается в целом. Согласно последней социологии, из 100% опрошенных граждан Европейского Союза, треть вообще не знает о Крыме, а 40% плюс считает, что она принадлежит Российской Федерации. Поэтому мнение большинства в данном случае просто не услышано, и их игнорирование, будь то миграционный вопрос или внешняя политика, это важный фактор по такому протестному голосованию. Это как раз к вопросу о европейской демократии. Выясняется, что мнение большинства никто не учитывает. Последний вопрос. После Франции что дальше ждать? Какие области или какие страны? Ну, смотрите, в конце июня у нас будет голосование в Ликургии. И в Ломбардии. Это будет конец июня, начало июля. То есть, скорее всего, когда уже продлят санкции до конца года, потому что голосование будет в ближайшее время. Плюс ко всему, я напомню, будет в Германии, аналогичные предложения выносятся АДГ. Плюс ко всему, все будут ждать, конечно же, референдумы Великобритании, потому что это тоже инициировано правыми и тоже составляющая связана с внешней политикой. То самое Брэкзит, да? Да, Брэкзит. От него тоже очень много будет зависеть. Поэтому я бы сказал, что в ближайшее время у нас остановки этого поезда следующие. Это регионы Италии, возможно, Испания и, соответственно, Великобритания на ближайшие месяцы. То есть, процесс набирает ход, причем делает это снизу, что, наверное, двойнее приятнее, потому что люди выражают таким образом свое мнение и свое отношение. Большое спасибо, Дмитрий Габитович, с президентом Центра стратегических коммуникаций. Дмитрием Абзаловым мы обсуждали резолюцию за смягчение антироссийских санкций, которые сегодня единогласно принял Сенат Франции. Абзаловым мы обсуждали резолюцию за смягчение антироссийских санкций.